Приветствую всех дорогие друзья! Сегодня получил интересную посылочку с очень интересным ТВ-боксом. Ехала она ко мне около полторы недели. Это довольно быстро считаем. ТВ-бокс новый, только недавно появился на рынке. Давайте распакуем и посмотрим, что за моделька. Итак, вот в такой упаковке поставляется такой ТВ-бокс. Это модель TOX-1, TOX-1, можно так сказать, наверное. Очень интересная модель от компании UGUS. Здесь указана характеристика. Давайте сейчас пока что распакуем, посмотрим, потом поближе посмотрим, что здесь есть. Сам ТВ-бокс. Вот так должен выглядеть корпус ТВ-бокса. С такой вот вентиляцией со всех сторон практически, а не то, что они делают в последнее время с заглушенным корпусом, без единого отверстия. Так, пока что отложим в сторонку. Давайте посмотрим, что еще в комплекте идет. Упаковка, кстати, точно такая же, как X3 Pro, X2 Pro, X2 Cube. В общем, такие ТВ-боксы. Здесь находится HDMI кабель для подключения ТВ-бокса к телевизору около метра типа А с обеих сторон. Антенка для ТВ-бокса. Блок питания на 2 ампера 5 вольт с таким вот стандартным штекером 5.5. Пульт дистанционного управления. Кстати, пульт точно такой же, как и в том же UGOS X2, X3 и тому подобное. Тоже цифровые кнопочки. Здесь кнопочки мультимедиа. Питается пульт от двух батареек типа 3А. В комплекте батареек, как обычно, не идут. Докупайте отдельно. И инструкция. Кстати, инструкция здесь дешевенькая инструкция. В общем, с нескольких листочков на английском языке. Сам ТВ-бокс. Сразу можно антенку прикрутить. Прикольно, кстати, смотрится. Небольшой. Он небольшой, как некоторые ТВ-боксы. Он такой средний размер. Очень хорошо, что полностью корпус вентиляции. Что сверху, что сбоку. Здесь тоже вся вентиляция. С этой стороны есть несколько разъемов. Плюс тоже вентиляция. Так, на передней стороне находится мини-ЖК-кранчик, который покажет краткую информацию про подключенные порты и часы. Ну и инфракрасный порт здесь тоже находится. На правой стороне здесь просто вентиляция. На задней стороне видим несколько разъемов. То есть разъем питания для блока питания, собственно. HDMI-разъем для подключения к телевизору. LAN-разъем для подключения интернет-кабель на прямой провайдере. Кстати, 1000-мегабитный. Еще одна сторона имеет OTG-разъем USB 2.0 и разъем USB 3.0. Также TF-карточки для microSD-карточек и вентиляция опять, собственно. На нижней стороне находится еще вентиляция. Тоже все в решетках. Четыре прорезиненные ножички. Есть еще Reset, то есть отверстие для сброса. Это тоже хорошо. В общем, корпус отличный. Что здесь есть? Давайте кратко так пройдемся. Что здесь есть? Здесь стоит Android 9.0. Это стабильный Android в отличие от 10-ки, хотя она уже в принципе давно на рынке, но до сих пор еще сырая десятка. Здесь стоит процессор от компании Amlogic S905X3. Это четырехъядерный Cortex-A55, что тоже хорошо. В связке с ним идет видеокарта Maligi 31. 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта стройной памяти. Есть поддержка двухтиапазонного Wi-Fi, как 2,4-3,5-герцовый. Bluetooth тоже имеется. Заявлено также, что здесь есть поддержка HDR, что тоже хорошо. Более подробно, как он работает, что себя представляет, я покажу уже в следующем видеообзоре. Я сделаю отдельно видеообзор про него. Это пока что была видеораспаковка для того, чтобы показать в каком виде приходит товар, от какого продавца, за сколько времени. Актуальную стоимость этого TV-бокса вы сможете узнать по ссылке под видео. Я вам там оставлю ссылочку, где ее можно купить. И хотите покупать, покупайте. А пока что будем прощаться. До скорой встречи. Подписывайтесь, как обычно. Ставьте пальцы вверх. Пока. Продолжение следует...